Что такое армия, успели узнать 85 новобранца войсковой части 55-26. За это время молодые люди испытали на себе большой спектр сложностей этого непростого жизненного периода. Но отступать перед ними не в характере вонослужащих. Со всеми преградами, которые будут и дальше вставать у них на пути, они обязательно справятся. В первую очередь я испытываю гордость за то, что попал в тот род войск, который я и хотел. С теми целями, которые ставятся для этих вооруженных сил, я подходил обоснованно, принял решение с холодным сердцем. Тот месяц, который мы провели на курсе молодого бойца, мы пропитались всеми этими идеями, подготовились физически, главное морально. В этот день 85 новобранцев торжественно клялись защищать свою родину, читая государственный документ особой важности, который является нравственным ориентиром для каждого воина. Свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, выполнять требования воинских уставов и приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно, самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный устроен Республики Беларусь. По словам представителей командования, перед новобранцами стоят сложные и очень ответственные задачи, но сомнений в успешности их службы ни у кого нет. В этом году учебный сбор у нас проходил в двух местах. Один учебный сбор проводился на территории войсковой части 55-26, которая дислоцируется в городе Бресте. Один учебный сбор проводился на территории войсковой части 7404, это город Баранович. Но мы решили это знаменательное мероприятие провести в Брестской крепости. Я думаю, что в памяти каждого молодого человека запомнится это знаменательное событие. По традиции, рядом с новобранцами в этот знаковый день находятся не только командиры и сослуживцы. Поддержать солдат обязательно приезжают их родные и друзья. И непременно испытывают смешанные чувства – гордости, радости и грусти. Чувство гордости за то, что твой ребенок уже стал мужчиной. Ответственность, эмоции припомняет, если честно, очень трудно говорить. Слезы накатывают, потому что вспоминаешь, как он маленький, непоседа. Вечные битые коленки, вечные синяки. Ну вот, а сейчас уже взрослый, самостоятельный мужчина, который взял на себя ответственность за охрану правопорядка. Это, конечно, очень сложная и ответственная стезя, что ли, или как это правильно сказать, ответственная миссия выпала на их плечи. Поэтому, конечно, это очень волнительно. После торжественной церемонии принятия присяги родные и близкие поздравили своих сыновей с этим знаменательным событием. Впереди у этих 85 солдат служба, которая станет для них очередным жизненным экзаменом.